Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габешия. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. Ежедневные штрафы за судебную неустойку. Застройщики из самоволок будут вынуждены самостоятельно сносить незаконно возведенные объекты. Сегодня в Сочи озвучили новое распоряжение губернатора Краснодарского края. Околы-пера узнали подробности о жизни курорта. Глава города Анатолий Пахомов провел для представителей СМИ большую пресс-конференцию. 80 человек эвакуированы, одна сочинка с сердечным приступом доставлена в больницу. В Адмерском районе Сочи произошел пожар в общежитии. Площадь возгорания 100 квадратных метров. 872 дня, полтора миллиона эвакуированных, 630 погибших ленинградцев. В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от блокады. Сегодня сочинские участники тех событий получили специальные награды. Краевая прокуратура сегодня подвела итоги работы за прошлый год. В расширенном заседании коллегии принял участие заместитель генерального прокурора России Андрей Кикать и глава Кубани Вениамин Кондратьев. С подробным докладом о результатах прошлогодней работы выступил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский. Особое внимание в надзорном ведомстве уделяют проблемам долевого строительства. Благодаря совместным усилиям прокуратуры и краевых властей удалось принять закон о защите прав обманутых дольщиков. Сегодня он успешно действует на территории края. В результате принятых совместно с органами власти мер восстановлены права 40 тысяч граждан, введено в эксплуатацию 117 долгостроев, инициировано принятие краевого закона, который расширил критерии признания недостроенных домов проблемными объектами и определил порядок подбора инвесторов. Каждый такой дом под пристальным вниманием и надзором прокурора. Совместные действия исполнительной власти, органов местных, с управлением прокуратурой привели к локализации проблемного направления. Это обманутые дольщики в нашем крае. И сегодня есть конкретный результат. А в первую очередь результаты в том, что был создан краевой закон, то есть то правовое поле, согласно которому мы смогли выходить из этой ситуации. Выходить с результатом, еще раз подчеркиваю. Дольщики видят, что прошлый год показал результат. Значит, они надеются, что в этом году результат продолжится. В части того, что они будут вселяться в свои квартиры. Так вот, я почему сказал, что здесь очень вовремя среагировали. Это личная сегодня заслуга, я считаю, Андрея Владимировича. Спасибо вам огромное в целом. И от тех людей, которые вселились, коллеги, их полторы тысячи человек. Это и есть результат совместной деятельности. Конкретный результат. По итогам прошлого года в органы прокуратуры обратилось 320 тысяч жителей края. Большинство из них помогли отстоять свои права. Животрепещущую тему обсуждали сегодня и в Сочи. И, как выяснилось, новых самостроев на курорте не фиксируется. Основная задача у властей на сегодня – снести имеющиеся объекты незаконного строительства. В администрации города под председательством заместителя полномочного представителя России в Южном федеральном округе состоялось совещание, на котором обсудили дальнейшие действия по борьбе с самоволками, основанные на новом распоряжении губернатора Краснодарского края. Задача властей – предотвратить дальнейшее самовольное строительство в Сочи, лишить застройщика возможности легализовать строение и принудить его самостоятельно снести уже построенную многоэтажку. В противном случае – судебная неустойка и ежедневные штрафы, за счет которых муниципалитет сможет демонтировать незаконно возведенный объект без участия правонарушителя. Сегодня, я абсолютно уверен, администрация Краснодарского края приняла достаточно правильный и грамотный, исходя из законодательства, инициативу распоряжения главы, которая определяет степень штрафных санкций по отношению к тому, кто не сносит незаконное строительство. Это позволит в какой-то мере ввести на копейки принцип финансовый средств для сноса незаконных строений. Это раз. А во-вторых, подвигнуть. Уже сегодня, мы знаем, принятие этого решения позволило более восьми объектам самостоятельно снести. Раньше прецедентов такого характера у нас не было. Это говорит о том, что подобные мероприятия дают возможность, толчок к тому, чтобы вся система органов управления власти, не только региональная, и муниципалитеты, а и федеральные институты, судебные приставы, судебная система, правоохранительная система, принимала комплексные меры для того, чтобы не защищать тех, кто незаконно строит, а создавать условия к тому, чтобы подтолкнуть их к тому, чтобы они работали в правом поле. То, что ситуация на курорте кардинально изменилась, и в Сочи больше не строится самоволки, отметил и первый вице-губернатор края. У нас всего по Сочи подано 536 исков о взыскании судебной неустойки. Что такое судебная неустойка? Это сумма от 50 до 10 тысяч рублей ежесуточна с самостройщика. На сегодняшний день у нас по городу Сочи ежесуточно в бюджет 380 тысяч 850 рублей взысканно. Ежесуточно в месяц это 11500. Это только начало. Это серьезный документ, который был выработан совместно на основании нашей совместной работы, который подразумевает под собой четкий порядок действий со сроками для всех муниципальных образований, и внутри них по работе с выявлением, оформлением и обращением в суды и дальнейшими действиями с объектами самовольного строительства. Мы смогли административными ресурсами, организацией всего этого снести 3 объекта. А самостройщики за этот период времени снесли 20 сами, когда стали получать требования о взыскании судебной неустойки. То есть этот инструмент намного действеннее оказывается. Поэтому я считаю, что его нужно использовать в полной мере, в полном объеме. На сегодняшний день считаю, что по Сочи ситуацию удалось переломить. Неизбежность сноса и неотвратимость наказания – это главная позиция руководства курорта в вопросе борьбы с самостроями. Самая большая коллекция самостроев в Адлерском районе, но пока адлерский суд по наказанию, по штрафам не вынес ни одного. Нам надо там как раз первыми начать снос, особенно в Америкинской низменности. И мы, конечно, еще раз обращаемся с просьбой к судьям, чтобы немедленно накладывать обеспечительные меры по нестроительству. Вот здесь, если это будет происходить, мы навсегда решим эту проблему. Помимо всего прочего, власти Сочи объявили о готовности бесплатно отдать участки под такими домами. Чтобы получить землю на территории города, нужно снести самовольный объект, по которому уже есть решение суда. И участок под незаконным зданием переходит к новому владельцу. Снос предприятия должны произвести за свой счет, а потраченные на демонтаж средства, затем они могут взыскать с недобросовестных застройщиков. Права на земельный участок администрация Сочи передает в порядке в переуступке. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания ФКД. 80 человек эвакуированы из горящего дома в Сочи. В Адлерском районе сегодня сгорела квартира в общежитии. Пожар произошел на улице Петрозаводская, 15. Хозяйка комнаты госпитализирована. Сообщение о возгорании в одну из квартир пятиэтажного жилого дома на пульт диспетчера сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило в районе 11 дня. Задымленным оказался весь этаж. Пожарные не допустили распространения огня. И тем не менее, площадь пожара составила 100 квадратных метров. 80 человек покинули общежитие сами. Еще 35 человек из здания пришлось вызволять при помощи спецсредств. По данным МЧС, в ходе пожара пострадала хозяйка сгоревшей квартирой. Женщина недавно перенесла инсульт. Сегодня же на нервной почве у нее случился сердечный приступ. Пострадавшая доставлена в больницу. Причины пожара устанавливаются. Также сегодня стало известно, что в Сочи будут судить обвиняемых по делу о пожаре, в котором погибли 11 человек. Перед судом предстанут владелец и арендатор кафе «Шашлычный». Напомню, 30 июля в незаконной трехэтажной постройке, где была шашлычная, загорелась электропроводка. Пожар перекинулся на соседнее трехэтажное строение. В результате погибли 11 человек. Обвиняются двое мужчин. 34-летний владелец данной незаконной постройки и 52-летний арендатор, организовавший шашлычную и допустивший проживание в кафе четырех своих родственников, зная, что строение представляет опасность для жизни. Следственным отделом по городу Сочи завершено расследование уголовного дела. Мужчины обвиняются в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщает Следственный комитет России по Краснодарскому краю. К другим новостям. Сегодня в Сочи глава города и его заместители провели большую пресс-конференцию. Свои вопросы руководству курорта смогли задать представители более 20 региональных и федеральных СМИ. На встрече с руководителями и журналистами ведущих средств массовой информации Сочи говорили о планах на текущий год во всех отраслях. Это и образование, и ЖКХ, и строительство, и экономика. На вопросы корреспондентов, телекомпаний, печатных и интернет-изданий, радиостанций ответил не только сам глава города Анатолий Пахомов, но и его заместители, курирующие различные сферы жизни курорта. Так, например, журналистам рассказали о планах по строительству школ и детсадов по переселению сочинцев из аварийных домов. Говорили и о незаконных домах. Решение проблемы самостроев – это главный вопрос на текущий год, отметил мэр города. В планах на 2019-е снести 54 дома. Работа уже идет, сносить дома начнут в сентябре. Да, нелегкий вопрос. Все время там, где мы приняли решение и приступаем к сносам, появляются обманутые покупатели. Чаще всего они мотивированы самими застройщиками. Застройщики пытаются их активизировать, поднимают волну. Но тут надо нам, поверьте мне, мы уже увязались в борьбу, и нам надо победить. То есть это надо остановить во что бы то ни стало. Это касается самовольно возведенных домов. Для тех же, которые возводились по договорам долевого участия, но не достроены, уже найдены инвесторы, за исключением двух многоэтажек. Работа по поиску компаний, готовых завершить стройку, еще ведется. Также на пресс-конференции рассказали, что в этом году в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», в которую вошел и Сочи, будет отремонтировано 63 улицы. На это исказано государство. Направят 830 миллионов рублей. Это фактически. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 26 января в Сочи облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9, днем 12-14 градусов выше нуля. Открылась кафе Кубанской кухни «Кось-Кось». Лучшие кулинарные традиции нашего региона. Центр Сочи Воровского, 4. Чтобы были сытыми и здоровыми. В центре Сочи открылось новое кафе. Жареный карп, холодец, вареники. Кафе Кубанской кухни «Кось-Кось». Воровского, 4. Вкусно, как дома. Должный контроль за газовым оборудованием – залог безопасности. После трагических событий в Магнитогорске и Шахтах на курорте начались проверки. Особое внимание к правилам эксплуатации газового оборудования в жилых домах Сочи. Сегодня в администрации города прошло расширенное совещание с участием специалистов Сочи «Горгаза» и представителей Советов ТОС, управляющих компаний, домкомов, гаражных кооперативов и товариществ собственников недвижимости. Все понимают, газ – это опасно, но без него уже не обойтись. И контроль за газовыми приборами в первую очередь осуществляется самими владельцами газового оборудования. Почувствовали запах газа, надо немедленно звонить по номеру 04 или с мобильного 040 в единую аварийную службу Сочи «Горгаза». В случае утечки газа все работы выполняются бесплатно, а за техническое обслуживание газовых приборов нужно будет платить по договору. Его и заключает управляющая компания и владелец квартиры уже на внутриквартирное обслуживание, например, газовой плиты или газового котла, если он находится в жилом помещении. Сочи «Горгаз» – компания, которая обязана предлагать договорные отношения, их реализовывать. Процент заключенных договоров на эксплуатацию газоиспользующего оборудования, так называемого ВДГУ, внутренней сети, сегодня более 90% по городу. В Сочи 140 тысяч пользователей природным газом, из них 104 тысячи – это жители многоквартирных домов. Но не у всех есть договоры на обслуживание газовых приборов. Нет договора, газ могут отключить. Предварительно направив соответствующие уведомления. Так называемые «страшилки» мы их называем, в котором предупреждают, что уважаемые пользователи, при отсутствии данного договора, при отсутствии должного технического обслуживания газового оборудования, газ в вашу квартиру или в ваш дом поступать не должен. И согласно статье 80 этого постановления, мы у вас этот газ через 40 дней отключим. Но большинство сочинцев все же выполняют требования газовиков, у них есть договоры, и теперь они, в свою очередь, не допустят формального подхода к обслуживанию газовых приборов. Мы провели повторный опрос у людей. Всех спросили, что было сделано. Ничего, только в трех квартирах была проведена профилактическая работа. Остальное просто с людей взяли подписи. Все. Мы категорически против этого. Администрация Сочи просит самих граждан быть более бдительными в вопросах газового обслуживания. Если есть договор, а специалисты так и не пришли, необходимо звонить по номеру телефона, который указан в договоре, или даже обращаться с заявлением в прокуратуру. Но раз в год при наличии договора проверка газового оборудования обязательно должна проводиться. В Сочи сегодня вспоминали одну из самых трагических страниц истории нашей страны – блокаду Ленинграда. В этом году ровно 75 лет со дня ее полного снятия. Ленинград освободили 27 января 1944 года. В честь этой юбилейной даты сочинские участники тех страшных событий сегодня получили специальные награды. Расскажет Ольга Десятого. Самая продолжительная и самая страшная осада города не только в истории нашей страны. Так говорят о блокаде Ленинграда. Инессу Кривцову из оккупированного города эвакуировали в 1942-м. Ей было всего 4,5, но те события врезались в память и остались там навсегда. Летел самолет и меня ранило. Ну и, наверное, мать ранила. Это я уже не помню. Короче говоря, я попала в больницу 4,5 года и потом попала в первый смольницкий детский дом. Потом Инесса Ефимовна попала в Армавир. Там ее усыновила семья из Сочи. О судьбе своих родителей она не знает по сей день. И таких судеб тысячи. Окупация фашистами города на Неве длилась ровно 872 дня. Практически без шансов выжить, но с большой надеждой на спасение. Как подтверждение, вот это обложка журнала. Он был выпущен в 1944-м в Ленинграде. Несмотря на лишения, на страницах газеты, песни, стихи, частушки, которые помогали в трудные времена. Несмотря на военное время, печатались газеты и подбадривали людей, чтобы поддержать их дух. Сегодня в Сочи проживает 77 блокадников Ленинграда и три участника освобождения. Каждому в честь 75-летия со дня снятия блокады города-героя подарили специально изготовленные к этой дате медали. Память о этом подвиге больше нужна не вам, конечно, а нашему поколению. Надо, чтобы наши поколения, они здесь присутствуют, наши ребята и девчата, они знали об этом великом подвиге. Они знали о тех людях, которые ценой своей жизни защищали родину. Школьники Сочи хорошо знают о подвигах своих земляков. Прекрасно понимают, какова цена сегодняшней мирной жизни. Мне кажется, что то, что они пережили, это невозможно даже себе представить. Голод, бомбежки, эту войну, эти нечеловеческие условия выживания. И мы никогда не забудем наших героев и их такой подвиг. В целом из Сочи на фронт ушли 18 700 сочинцев. 4,5 тысячи из них не вернулись домой. 17 сочинцев получили звание героев, почти половина из них – посмертно. И в Сочи будут обязательно помнить подвиг каждого. И вспоминать о нем не только в День воинской славы России, а как можно чаще. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. Аллея космонавтов в парке Ривьера пополнилась еще одной магнолией. Традиция, которая была заложена Юрием Гагариным в 1961-м, возродилась в прошлом году. И сегодня ее продолжил космонавт-испытатель Сергей Прокопьев. Космонавта Сергея Прокопьева, как и положено, встречали аплодисментами. В Сочи он приехал на реабилитацию. Соглашение об этом было подписано между руководством Министерства курортов Краснодарского края и научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в ноябре прошлого года на Международном туристском форуме в Сочи. Сергей Прокопьев не первый, кто восстанавливает здоровье на курорте после полета в космос. Я не первооткрыватель в Сочи. Здесь был до меня Александр Мисуркин. Он и посоветовал, с одной стороны, обратить особое внимание на ваш край, на то, что здесь соблюдены все условия, которые позволяют космонавтам, возвращаясь из космоса, реабилитировать свой организм. Поэтому я считаю, что ваш прекрасный город, в который невозможно не влюбиться, очень к этому подготовлен. Все условия, как медицинские, так и климатические, все созданы. Помимо реабилитации у космонавтов теперь есть еще одна традиция в Сочи. Она была возрождена в прошлом году космонавтами Павлом Власовым и Юрием Малинченко. Сегодня на аллее космонавтов в парке Ривьера около 60 минных магнолий. Дерево, посаженное основателем аллеи Юрием Гагариным, не сохранилось. А после есть посадки, датируемые 2005 и 2016 годами. С сегодняшнего дня в парке Ривьера растет и магнолия Сергея Прокопьева. Вторая родина – это Мичуринск. Там Мичурин делал такие вещи, что порой на березах яблоки иногда вырастали. Может, что-нибудь потом придумаем, привьем. Высаживать деревья для космонавтов – привычное дело. По традиции они это делают перед каждым полетом в космос в парке на Байконуре. Для меня это большая честь посадить деревья рядом с такими великими людьми, как Гагарин, Ставфорд, Леонов и многие-многие другие, которых ты знаешь из истории, из книг. И оказаться рядом с ними в одном ряду для меня – это очень огромная честь и ответственность. После посадки нового зеленого памятника природы Сергей Прокопьев по еще одной традиции оставил пожелания и автограф в памятной книге парка Ривьера, а после посетил музей истории города, где среди большого количества залов с экспонатами есть и зал космонавтики, в котором помимо фотографий, настоящей космической капсулы и других экспонатов хранится автограф Юрия Гагарина. В Сочи продолжаются памятные мероприятия, посвященные бывшему мэру курорта Петру Бажанову. Он руководил городом в 60-е и 70-е годы. Дни памяти Петра Бажанова – ежегодная акция сочинского концертно-филармонического объединения, в рамках которой во всех районах курорта организованы тематические активности и мероприятия. Акции памяти проходят в библиотеках и музеях курорта. В Музее истории города сегодня открылась экспозиция, посвященная Петру Бажанову. На отдельном стенде представлены фотографии с председателем Сочинского горысполкома, его памятные награды и книги. Экспонаты в музей передал сын Бажанова Евгений Петрович. Он передал сюда большую коллекцию и своих книг, и книг, которые написаны совместно с его отцом и с его женой, тоже очень интересной женщиной, дипломатом. В общем-то коллекция составляет около 50 единиц хранения. Это действительно история Сочи, как частица истории Российской Федерации и вообще СССР. Помимо стенда на первом этаже музея, есть постоянно действующая экспозиция, рассказывающая интересные факты из истории развития Сочи с 50-х по 70-е годы. Посетить ее можно в любой день. Также в ходе памятных мероприятий сегодня сотрудники Сочинского концертно-филармонического объединения и все желающие почтить память бывшего мэра курорта сочинцы возложили цветы к мемориальной доске, установленной на доме, где более 20 лет жил Петр Бажанов. Кстати, это первая памятная табличка, которая была установлена в Сочи в честь Дня города в 2013 году. Сегодня цветы были возложены и на могиле Бажанова, а в Зимнем театре прошел концерт лауреата премии Петра Игнатьевича, заслуженной артистки России Татьяны Остудиной. На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях, в Facebook, Instagram, Одноклассники, Телеграм и в группе FKT ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.